Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Ребята, вы видите передо мной самого Патрика Экзи. Да, ребята, это друг Спанч Боба. Если вы помните, мы уже ранее его разрезали, ребята. Поэтому, если вы не видели это видео, после просмотра этого переходите и посмотрите, как мы разрезали Спанч Боба. Он был гигантский, и он даже со мной разговаривал. Ребята, это было просто, в общем, интересно, круто и страшно. Все, как вы любите, ребята. А сегодня я заказала на сайте Даркнет Патрика Экзи. И сейчас мы прямо сейчас разрежем его в 3 часа ночи, в дьявольский час. И Патрик Экзи должен будет отжить. Потому что все эти игрушки, которые мы заказываем, они являются куклами Вуду. Внутри них много мистических предметов, которые позволяют этой игрушке отжить. И после того, как мы проведем обряд, эти игрушки оживают. Но чтобы его завершить и не оставить дух Патрика Экзи в своем доме, ребята, мы должны будем лишить его глаз и достать все то, что находится внутри. А я верю, что вам нравится и то, что вам интересно, то, что находится внутри Патрика Экзи. Поэтому прямо сейчас ставь лайк, ведь ты знаешь, больше лайков, чаще видео, ребята. Ну, а мы начинаем разрезать живую игрушку Патрика Экзи. Погнали! Итак, ребята, для проведения обряда мы обязательно зажигаем свечи. Потому что наш обряд обязательно состоит из того, что Патрик стоит напротив зеркала. В зеркале, в котором нарисована дверь, так называемый портал в темный мир, ребята. В потусторонние миры. И когда Патрик смотрит в него сквозь свечи, Экзи выходит и вселяется в куклу Вуду Патрика. Ребята, это нереально стрёмно, потому что я помню, что было со Спанч Бобом. Надеюсь, что вы тоже. И что будет с его другом Патриком, неизвестно. Будет ли он говорить или он будет делать какие-то особенно страшные вещи. Узнаем прямо сейчас, ребята. Ребята, портальный, портал зеркальный, отворись, в Патрика Экзи вселись. Портал зеркальный, отворись, в Патрика Экзи вселись. Портал зеркальный, отворись, в Патрика Экзи вселись. Так. Ребята, с ним что-то происходит. Господи, его всего трясёт. Патрик, что с тобой? Патрик, скажи что-нибудь, Патрик, ты здесь? Ребят, чёрт, я не знаю, что с ним происходит, его трясёт. Мне кажется, ему плохо, может быть, его нужно умыть? Пойдём, кстати, всё, могу банить. Патрик, что с тобой, Патрик? Патрик, погоди! Чёрт! Патрик! Слушай, походу, он боится спать боба, я не знаю, откуда он здесь взялся, ребята. Эй, спать боб, эй, спать боб. Чёрт, чёрт! У него в руках был молоток, ребята. Чёрт, чёрт, чёрт. Так, закроем его в этой комнате. Всё, Патрик, тихо. Патрик, это всё, я не знаю, его нужно, наверное, умыть. Я не знаю, что происходит. Патрик, тихо, 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 Патрик. Что случилось? Дим. Слушай, я его сейчас окунула водой. Он успокоился. Ребят, я вообще не понимаю, что происходит, почему он так себя вёл. Почему он трясся, может быть, он боялся спать боба, ребят. Я не знаю, но мне уже реально страшно, если вы тоже боитесь, ребята. Прямо сейчас давайте 10 тысяч лайков наберём на этом видео. И мы разрежем Патрика, потому что неизвестно откуда появился здесь его друг Спанч Боб. Возможно, он его призвал. Помните, как последний наш щенок с щенячего патруля Крепыш призвал всю свою команду. Ребята, мне уже страшно, вдруг сюда придёт Сквидфорд и придёт ещё там куча этих персонажей, которые там вместе с ними в экзип потустороннем мире там что-то делают. Короче, ребята, я думаю, что настало время уже разрезать Патрика, потому что я не понимаю, почему, что с ним происходит. Почему его так трясло и сейчас вот... Господи, его опять начинают трясти. Дима, что делать, Господи? Ты сделаешь что-нибудь? Надо привязать, надо привязать. Держи его, держи, держи. Держу, держу, держу. Ребята, что происходит? Почему его так трясёт? Я не знаю. Где, где, с кожи красный? Он щебник будет привязать. Дайте что-нибудь, Господи. А, чёрт. Патрик, Патрик, успокойся. Что происходит? Чёрт. Всё, 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 всё. Нужно срочно его разрезать, ребята. Мы берём огромный нож и смотрим, что внутри Патрика. Но чтобы лишить его всякой силы, в первую очередь, мы отрезаем эти проклятые пуговицы. Всё, ребята, нужно достать все мистические предметы из Патрика. Чёрт, чёрт. Господи, что это, ребята? Господи. Боже, что это? Я не знаю. Чёрт, чёрт, чёрт. А, ребята, там столько всего. Господи, что это такое? Слушайте, это похоже, блин, на растаявшего спанчбоба. Как будто мыло какое-то у меня в руках, ребят. Я вам, честное слово, какая-то, какой-то мыль, были какие-то внутренности в Патрике. О, Господи, что это? Чёрт. Это глаз, глаз. Господи, второй, второй. Дим, чёрт. Второй укатился. Кошмар. Это, ребята, были какие-то глаза в Патрике. Это ещё что? Это какие-то, посмотри, это какой-то окровавленный глаз, который горит, ребята. Это такая, походу, игрушка. Ведь Патрик, он в душе как ребёнок. Если вы смотрели мультик спанчбоб, сквепенс, квадратные штаны, ребята, вы видели, какой Патрик, как он себя ведёт. Он себя ведёт как ребёнок. Посмотрите, я нашла ещё какие-то очки. Видимо, это очки той самой Белки. Я не помню, как её зовут, ребята. Если вы помните всех, кто снимается в этих мультиках, всех персонажей, напишите ниже в комментариях, ребята. А это, видимо, очки Белки, потому что она же не может быть под водой без очков. Посмотрите. Походу, он съел эту Белку, он съел своих друзей. Ведь это Патрик Экзи, ребята. Это что? Это похоже на морскую звезду. Это похоже на то, что Патрик и Патрик звезда морская, ребята. И, походу, он сожрал ещё какую-то морскую звезду. Я не знаю, откуда он питается самим собой, что ли. Я не знаю вообще, чем питаются морские звёзды, ребята. Вы знаете или нет? Напишите ниже в комментариях, это что? Господи, это мистер Краб. Он жрёт просто всё. Подождите, подождите. Что это такое? Ребят, смотрите, смотрите. Оно булькает. Вот чёрт, ребята. Это что ещё за херня? Посмотрите. Я такого никогда не видела, ребята. Это какая-то нафиг, какое-то, блин, специальное зелье. Зелье Экзи. Это из-под воды. Чего? Я вообще, я просто офигеваю. Посмотрите, там тараканы, мухи. Походу, это зелье Патрика. Если вы хотите, чтобы я попробовала это зелье Патрика и, возможно, превратилась в него, ведь я супер сумасшедшая королева мистики и вы за это меня любите, поэтому прямо сейчас пишите. Ира, попробуй это зелье. Мы хотим увидеть реального Патрика и как ты в него трансформируешься, ребята. Это будет нереально бомбическое видео. Я надеюсь, вы меня поддержите и соберёте 10 тысяч лайков на этом видео. Но это просто офигенный эликсир. Просто чумачечий, приготовленный из мух, тараканов и из черепов. Ребята, в Патрике что-то ещё есть. Там много всего. Так, подождите. Господи, этот глаз постоянно улетает. Ребята, я не знаю, что это. Посмотрите, из Патрика стало выделяться ещё больше этой жидкости. Он весь. Погодите, я нашла что-то. Типа, похожая на кожу. Что это, ребята? Это похоже на чью-то титьку. Блин, это прям реально какая-то кожа. Ребята, по ощущению, это какая-то резиновая кожа. Погодите. Здесь что-то ещё. Вот чёт, ребята. Это чья-то рука? Господи, какой кошмар. Слушайте, я не думала, что Патрик дойдёт до того, что он будет глотать трупы утонувших людей. Здесь ещё какой-то... О, господи, что это, ребята? Вот это жесть. Это чё ваше? Это, походу, чьё-то лицо. Выброси, выброси это. Это содранное лицо. Кого-то я не знаю, господи. Подожди. Здесь кусочки тела какого-то человека и его обглоданные кости. Посмотри. Это его глаза. Ребята, посмотрите. Это реально рот, глаза. Это нос. А это рука этого человека. Господи, это нереальная просто жесть, ребята. Короче, ребята, походу это всё. Я всё вынула из Патрика и он уже перестал. Перестал, по-моему. Всё. Всё, там больше ничего нет, ребята. И мы сняли заклятие против Патрика и мы нашли зелье Патрика. Если вы хотите, что в следующем видео я его выпила, напишите ниже в комментариях. С вами была я, королева мистики. Если вы заметили что-то необычное, напишите ниже в комментариях. Всем пока!